В эти минуты Савеловский суд столицы избирает меру пресечения для Марии Рудницкой, той самой матери в маске, которая решила избавиться от своей маленькой дочки и бросила её в поликлинике. Несмотря на маскировку, подозреваемую быстро нашли. За событиями там в суде сейчас следит наш корреспондент Владимир Стариков. Он выходит на прямую связь. Владимир, здравствуйте. Итак, какое наказание грозит этой маме? Что будет с девочкой? Да. Да, Евгений, у Савеловского суда с раннего утра дежурят десятки съёмочной группы, а Марию Рудницкую сюда привезли буквально пару минут назад. Вот-вот должно начаться заседание по избранию меры пресечения. Напомню, что всё произошло в минувший четверг. Мария, скрывшись за медицинской маской, зашла в поликлинику на Бутырскую улицу, держа на руках своего ребёнка, девочку Арину, и через три минуты вышла уже без неё. Двухлетнего ребёнка обнаружили санитары с температурой и лёгкой простудой. Её увезли в больницу, где она сейчас и находится. У ребёнка уже нашлись родственники. И вот-вот должен решиться вопрос, отдадут ли её им или отправят девочку в новую семью. Саму 21-летнюю маму также нашли довольно быстро. На допросе она рассказала, что приехала из Украины и что не справляет с родительскими обязанностями. Однако мама задержанная, видит во всём сожителя Марии, который якобы убедил её отказаться и избавиться от ребёнка. Пока мы не встретили Шамиля, Мария была нормальным, чудесным ребёнком. Мама и дома, и детей нахормит, и гуляет с ними, и спать уложит, и кушать приготовит, и поубирает, и постирает. Как появился Шамиль, может, стала какая-то замкнутая. Со мной она вообще сейчас, на данный момент, абсолютно на контакт не идёт. Я добавлю, что скоро должен решиться вопрос и о лишении Марии Рудницкой родительских прав, а за оставление ребёнка в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ей грозит реальный тюремный срок. Евгений. Спасибо. Последние новости из Савеловского суда, где сейчас избирается мера пресечения для Марии Рудницкой, бросившей свою дочку. Об этом сообщил Владимир Стариков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова